Шла утром в пижаме в туалет, а тут бац! Дети шампанским облили. Стала очки протирать первой попавшейся бумажкой, а это квитанция ЖКХ. Смотрю, а сумма-то в десять раз меньше, чем обычно. Тут в дверь позвонили. Открываю. На пороге корзинка. В ней шашлычок, тоналка, колготки в лаваш завёрнуты. Муж постарался, сюрприз сделал. Только дверь закрыла. Опять звонок. Свёкор за детьми заехал. Ого! Он их и по именам-то плохо знает. С чего такой порыв? Пока детей собирала, Свёкор предупредил, что у нас на первом этаже рабочие подъезд красят. Я аж подскочила. Мы четыре года управляющую компанию просили, а они отмахивались. Чудеса! Дверь закрыла. Остатки шампанского на стол поставила. Шашлычок от колготок отделила. Аллегрову включила. Гуля и шаленая императрица. Тут стук в дверь. Думаю, мои что-то забыли. Но нет. На пороге Василий. Молодой офицер с лицом Киану Ривза и телом Аполлона. Ах! Холост! Три месяца как живёт в нашем подъезде. И каждая девушка в округе от пяти до девяносто пяти лет теперь даже мусор выносит при полном параде. А вдруг! Вдруг встретит на пути его! Я же выбыла из этой гонки тщеславие, не вступив, ибо не чувствовала ни единого шанса в такой жестокой конкуренции. А тем временем Василий отодвинул меня, зашёл в прихожую, говорит. «Наконец-то ты одна!» И впился поцелуем в мои ошарашенные губы. Затем сказал. «Я потомственный эдинбургский герцог. Только шифровался, чтобы найти свою единственную. Колесил по странам, жил по некрашенным подъездам, чтобы найти любовь. И вот, сбылось. У тебя полчаса собрать вещи. Личный водитель увезёт нас в замок во Франции, где мы окунёмся в пучину страсти, детей через недельку заберём». «Да выключи ты, блин, эту императрицу!» «О, грехи мои тяжкие!» Медленно открыла глаза, муж рядом сидит. «Выключи, Христом Богом, молю свой будильник, а то я заикой стану!» А я встала во весь рост в ночнухе на фоне ночного окна и говорю ему. «Если ты, Паша, ещё раз грибы на рынке у бабок купишь, я тебя в замок не возьму!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!»